Еще раз рад приветствовать благоважаемые коллеги, благоважаемый Александр Михайлович, Алексей Михайлович, спасибо за возможность выставить прекрасный доклад Алексея Михайловича. Мы надеемся, что издалека у нас не будет сбои со слайдами. Так вот, я хотел, прежде всего, сказать три вещи, которые я продумывал, когда мы делали доклад. Первое, что все-таки статистика наука, изготовление недостоверных фактов, недостоверных цифр. Это не моя цитата, это Ивана Саня сказал. И статистика может доказать что угодно, даже правду. Это сказал Ноэл Манихан. Вы знаете, мне посчастливилось, я нахожусь, помимо того, что вот в таком вот сейчас, в замечательном сообществе, я еще и, знаете, член президиума Академии НАУ. И там вокруг меня множество математик, величайших совершенно людей, в том числе я там такой есть, Борис Николаевич Порфирьев. Когда вот меня там с этим регистром тюкают и говорят, что вот мы неправильно как там ведем и так далее, он, конечно, приехал и посмотрел наш этот регистр со своей группой, но он всего лишь навсего директора Института экономического и стратегического развития нашей страны и стран Азии и Африки. И он сказал мне, что у вас столько цифр, что я из них могу, если вы мне заплатите или дадите какое-то задание, я все что угодно могу сделать. И это наша с вами история, что мы вот вокруг этого крутимся и не даем, собственно, того заказа, который ждут эти люди. Важно понимать, что государственный раковый регистр – понятие, охватывающее всю систему злодачественных новообразований и пациентов. Первичные средства поступают из медицинских информационных систем, медорганизаций, общей лечебной сети. Эти данные передаются в районные регистры, расположенные в первичных онкологических кабинетах раньше, которых сейчас все меньше и меньше, или вообще нет, или ЦАО. Где формируются эти данные, собираются, уточняются, районный сегмент регистры не обязательно ведется в определенной информационной системе, иногда информация хранится в бумажном виде. В региональном сегменте данные поступают как из районов, так и из медицинской документации, онкологического диспансера. Из региональных сегментов данные должны не реже одного раза в квартал передаваться в федеральный сегмент, который ведется в филиале медицинской идеологии Мини Герцена. Я должен сказать вам, что я вот сейчас нет, и думаю, что, конечно, скажет об этом Михаил Альбертович, но я ему все время об этом говорю, что, в общем-то, 6 лет назад он спас национальный регистр. Каким образом? Никто не хотел возобновлять приказ. Сейчас мы встретились с ним в национальном регистре, и он написал рекомендательное письмо из Росздравнадзора. И мы вернули 25 регионов, которые перестали нам отправлять эти данные, которые, в общем-то, потом нам пригодились. Все говорили о том, что все мы наладим сами, но мы понимаем, что такое сами, и видим сейчас, как это происходит. В настоящее время в объединенной базе содержатся, вдумайтесь, данные больше, чем о 10 миллионах пациентов со злокачественным новообразованием. Причем мы ни от кого ничего не закрываем, всегда все открываем, и у нас свободный доступ. Пациенты с злокачественным новообразованием ЕСИТО составляют 0,7% всех сведений регистра. Также в регистре содержатся сведения о пациентах с доброкачественным образованием 0,06% и с прочими заболеваниями. Но данные о таких пациентах попадают в раковый регистр преимущественно в связи с неподтвержденным диагнозом. Система государственного регистра, которая у нас ведется, строится в соответствии с указанными на слайде принципами. Это вот такие три колоночки, которые сделали мои сотрудники. Соблюдение принципов учета позволяет максимально полно и качественно получать сведения о злокачественных новообразованиях и о пациентах с онкологическими заболеваниями. Говоря о диспансерном принципе учета, конечно, необходимо помнить, что в соответствии с приказом Минздрава номер 548Н, который в 2020 году был подтвержден, об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями, есть исключение из общего правила пациента с базально-клеточным раком кожи, снимаясь с диспансерного наблюдения через 5 лет после условия проведенного радикального лечения, отсутствия рецидива и прогрессирования заболеваний. Источниками данных, как я уже говорил, не только медицинские организации, но и территориальные органы, ЗАГС, страховые компании, судебно-медицинские и патолого-анатомические бюро, к сожалению, не во всех регионах хорошо отработана связь между этими организациями, даже по другим вопросам. И мы с этим, а уж по примеру численному вопросу, более мелким и для этого учреждения очень сложно. Теперь у нас есть три проблемы, которые нас тоже здорово оттягивают назад в плане регистров. Это больные, которые оперируются в общей сети по поводу онкологических заболеваний, когда мы не получаем уведомления о впервые выявленном онкологическом заболевании. И очень этим, конечно, грешат нейрохирурги. Мало нейрохирургических, ну, практически нет нейрохирургических коек в диспансерах. Поэтому, что говорят пациенту наши друзья нейрохирурги? Я об этом говорил, и сейчас мы с сообществом нейрохирургов занимаемся этим вопросом. Они говорят, приходите к нам по наблюдению. Но, конечно, эти больные недополучают лечение, в том числе и по лучевой терапии, и по химиотерапии. Но, конечно, химиотерапия там не особенно какая. Все примерно сидят на тимодале. Но мы с вами должны понимать, что лучевая терапия точно не нужна. Знаете, какая интересная статистика? У нас-то, ну, там, 4-5 тысяч таких пациентов, а в Соединенных Штатах 25 тысяч. Значит, у нас с вами гуляет, ну, пусть у нас меньше населения в два раза, но, значит, поделите пополам, примерно где-то эти люди гуляют. Минимальный состав собираемых сведений. Обязательный состав данных позволяет идентифицировать пациента. Содержит подробный диагноз с кодами по МКБ 0 и ТНМ. Информация о проводимом лечении и статусе процента. Также в регистре указывается источник, полученный о пациенте информацией. В региональном сегменте регистра возможно содержание, вы знаете, дополнительных сведений, результат иммуногистохимических исследований, молекулярно-генетических исследований, сведения о пациентах с момента подозрения на злокачественное образование и так далее. В федеральном же сегменте данные поступают в объеме, указанном вот только на этом слайде. Из базы данных возможно получение всех перечисленных показателей, распределенных по году выявления злокачественных образований, на злогической форме, полу, возрасту, опухолевого процесса, субъекта Российской Федерации. Отдельное внимание нужно обратить на показатели популяционной выживаемости онкологических пациентов. И мы с вами понимаем, что только в тех территориях, качество данных которых не вызывает сомнения. Мы, к сожалению, видим не всегда точно тут тоже соблюдение наших с вами требований. Из базы данных возможно получение всех перечисленных показателей, распределенных по году выявления, злогической форме, пол, возраст, стадии распространенности опухолевого процесса, субъект. Отдельное внимание можно обратить на показатель популяционной выживаемости онкологического пациента, расчет которого возможен только в территориях, качество данных которых не вызывает сомнений. К задачам любой медицинской информационной системы в первую очередь, конечно, относится анализ своевременности, доступности, полноты, эффективности оказания медпомощи. Для возможности такого анализа необходимо постоянно проверять данные на их полноту, достоверность и, конечно, своевременность поступления. Проверка качества данных осуществляется как автоматизированно, так и в ручном режиме. В первом блоке перечислены встроенные автоматизированные проверки на дубле. Вы видите сопоставление отдельных сведений. Такие проверки могут быть жесткими, когда программа не позволяет сотруднику регистра внести информацию явно несоответствующую, сколько мы уже это предлагали, сделать, что просто невозможно было. Это тоже будет просто финансы, когда мы с вами можем занять такие программисты, которые поставили эту отсечку. Вторые и третие блоки не являются автоматизированные, проводятся вручную, как на региональном, так и на федеральном уровне. Здесь тестирование осуществляется с помощью создаваемых запросов, как встроенных, так и пользовательских. Сюда можно отнести формальный контроль, то есть использование для контроля форм федерального статистического наблюдения. Второй – брубок. Хотелось бы отметить, что в порядке оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях, которые вступят в силу с января, о котором мы сегодня тоже много уже говорим, среди обязанностей сотрудников организационно-методических отделов онкологического диспансера отдельно будет выделено представление данных государственной раковый регистр. Раковый регистр – непрерывно развивающаяся и совершенствующая система. Насколько он будет наполнен, только нам с вами решать, и насколько мы с вами будем увеличивать или уменьшать запрос. Милости просим, многоуважаемые сотрудники. С началом пандемии коронавирусной инфекции в регистр были внесены новые поля для указания случая заболевания COVID-19 пациентов с онкозаболеванием. Я, кстати, должен сказать, что если мы сейчас хорошо это сделаем, это точно множество хороших Q1-публикаций, мы нас опять же зовем, чтобы того, что такого опыта вот нет. Мы уже говорили, они только собираются сделать. Если мы с вами опять не просидим и не провороним нашу историю, то мы можем здесь тоже очень хорошо выступить совместно. Анализировать данные пока рано, так как зачастую у онкологов нет сведений о заболеваниях коронавирусной инфекции среди пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением. Но это не наша вина, наша беда, потому что мы, вот, например, в Петербурге, где проходит форум, низкое число случаев, например, в большинстве регионов, число умерших, обратите внимание, значительно превышает число заболевших. Это объяснимо, возможно, тем, что данные случаи смерти онкологически поступают в регистр быстрее, чем в случае заболевания COVID-19. Надеемся, что со временем и с вашей помощью мы получим данные, на основании которых можно проводить полноценные анализы, необходимые для научной и меморганизационной ситуации. Помимо расширения, используемые в регистре полей, происходит постоянная интеграция регистра с другими информационными системами. Вы прекрасно знаете, создана уже интеграционная шина, с помощью которой происходит передача данных популяционной статистической информации в ВИМИС. онкология. В настоящее время уже вовсю происходит передача деперсонифицированных, консолидированных данных в полном объеме. Интеграция регистра с другими информационными системами происходит с разными принципами. Отдельно нужно обратить внимание на принцип однократного ввода и многократного использования информации за счет использования единых классификаторов. Этот принцип очень важен, так как это единство используемых в классификаторах и справочниках, которые позволяют достигнуть сопоставимости информации, собираемой в разных информационных системах. Важная часть работы регистра международного взаимодействия. В 2019 году государственный раковый регистр вступил в Международную ассоциацию раковых регистров. В 2021 вышла совместная статья в журнале «Лансет», где есть ссылка, с результатами популяционного регистра данных по раку молочной железы и шейки в странах подсоветского пространства. Планируются другие исследовательские проекты. Мы сейчас подписали научное сопровождение канцер-регистра Китая. Им очень понравились наши разработки. И мы, конечно, надеемся, что мы увидим что-то у них, чему подучиться, и мы вам докладываем. Разработчиками информационно-аналитической системы канцер-регистра 6ФБ и канцер-регистра 6РФ создано новое решение, уже используемое в некоторых регионах информационной системе онкология 6С2, которая позволяет обеспечить автоматизированный сбор первичной информации из других информационных систем, используемых в регионе. В правой части слайда показана система дэшбордов, которые возможно построить в этой системе. Получение информации и построение графиков и диаграмм возможно на нескольких уровнях. Как на уровне популяции, так и на уровне данных пациентов злокачественного образования. Я думаю, что регистр, конечно, будет развиваться. Мы все для этого сделаем. Мы не можем наших предков подвести, что тем более день памяти, а наш регистр начался сразу после войны. И мы должны даже память о них не уничтожить, как многое мы, к сожалению, делаем. Опять же объединиться и приумножить. Поэтому я вас зову в объединение и приумножение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!